девчонки и ребята всем привет с вами кривой репортаж из корневаж у нас сегодня очень простой мукбанк жареная картошка овощи с огорода мамин презент подарок тут все практически с огорода кроме овощей кроме селедки разумеется и красного лука мама красный лук не выращивает у нас среди полосе что-то он не особо вот ну и жареная картошка вчера нажарилась и не погрела остался вчерашнего дня селедочка хлебушек чесночком ваша не продается и сок ямочный сок ночью давайте я по философствую а еще достала знаете хрен не понравился я купила мне понравился а сливочный не не сейчас другой достану и той же фирмы купила не сливочный а сейчас еще покажу какой вкусно такой более жгучий я люблю картошку с креном жареную мне нравится не убегайте это я такой так себе мукбанк ведь не подготовлен и фирма кстати другая вот такая знаете это болтушка вот вот вкусный вот девчата вот хрен вот такой вот этот счет какой-то безумных денег стоит он как десертное учитель с персиками можно есть потому что какой-то сладко сливочный общем он такой он для моряки он не острый чтобы желудок не болел такая вот этот буду сейчас расскажу о своих философских мыслей девчата подождите вы че до сих пор не едите с нами давайте быстрее ставьте на паузу кладите в тарелочку себе еду вместе поедем я люблю в компании с вами есть очень многие с вами сейчас девчонки ребята едят и не прям по кайфу приятно веселой большой компании всегда приятно а я за собой стала замечать последнее время что чем более финансово доступны нам какие-то деликатесы но что мы можем купить дать тем больше хочется нормальной обычной хорошей еды причем готовить дома кушать к сожалению наверное я думаю что я скучаю по домашней еде а потому что мало времени чтобы готовить вот это реально вот и короче сегодня выходной день пожалуйста деньги есть виду закажи иди сходи покушать кафе все по линии сне не охота вообще буду есть жареную картошку вода есть селедку буду есть соленые огурцы у меня на плите варится знаете что рыбный супчик на прошлой неделе сейчас я чуть потише сделаю приглашу комфорку потихонечку кипит на прошлой неделе мы покупали форель целиковую двухкилограммовую я такая знаете как рачительная хозяйка голову и хвост отрезала жабра вытащила и в морозилку вот и вот лежала джинал до лежала с рыбка стал холодильник размораживать и вытащил думаю да сварю суп захотелся с форели с красной рыбки супчик картошка есть лук есть морковь есть чаще надо вот перец и лаврушка в каждом доме так вот хочу сказать с увеличением материального благосостояния потребности уменьшаются в плане а как-то они знаете перерастают во что-то более простой и более надежные как-то вот глобальное какое-то такое как сказать вот как в крестьянском доме хочется что-то основательного рассыпного вкусного такого домашнего домашнего вот и абсолютно не хочется вот хренку себе положу абсолютно не хочется каких деликатесов там суши роллы возникает желание не спорю возникает желание мы вот раньше с варикой частенько так вот в пятницу мы брали у нас пятница вкусный день конец рабочей недели и чуть вкусненько берешь роллы брали готовые зимой особенно потому что на мангале потому что нет возможности шашлык жарить зимой вот потом это все трансформировалось в домашнюю готовку и например пятницу если если я для себя обозначаю что-то вкусненькое просто берем мясо там на гриле делаем предположим на домашнем гриле ну предположим я люблю очень бедро индейки чуть-чуть жарком вот индейку сделаю на гриле соусом либо там не знаю вот очень редко свинину либо там вот говядина кусочек возьмешь тоже вкусно с овощами девчата это самое мне кажется лучшая еда мясо овощи это идеально это пища богов но картошка с селенкой это вне конкуренции так что вот чем чем лучше жизнь финансовая тема на проще становится для нас я бы не сказал что мы богатые люди нет мы должны средний класс но на еду хватает и хватает на хорошую еду а хочется вообще самой простой еды как у нас на работе говорят нежный красивый не надо начинать как у вас с пищевыми пристрастиями что вы любите больше всего и какая самая простая еда для вас самое вкусное вот для меня сама картошка селёдочка что я еще люблю ой борщ всякое вот такое кстати надо знаете что купить надо купить перец сейчас пока он более-менее дешевый этот грунтовый обычный и на фаршировать но я люблю фаршировать не фаршем а мелко порезанной курицы вот грудку мелко порезать туда йогурта добавить то что он сухая не было чесночка лучка вот перчика чуть так остренького а даже нет и лук не надо потому что лук все-таки за перебивает вкус курицы а чеснок специи йогурт и запекать вот очень вкусно ох лук ядреный хозяйкам на заметку лук вот такими крупными перьями мили дольками на 4 части режем и расщепляем он почему-то вкуснее вот как закусочным как вот вот когда и ешь ставишь на стол и вот такими дольками если завтра не на работу он почему-то кажется вкуснее есть такой вот еще один маленький факт я не умею жарить картошку до стороне получается страшная она как бы вкусная но но всегда мне страшно вот так чтобы как при сторонах ровненько только к дольке золотистая вся да не ващение отнимаю она вкус жареной картошкой девчата как с людьми может очень плохо выглядеть но быть замечательным человеком с этим человеком вкусно по жизни вот с моей картошкой по жизни вкусно а мамина помидора это как это как музыка это как приятная музыка на следующий недель поедем к ней она говорит огурцы поперли нас же до конец лет поперли огурцы голодная реально сегодня целый день убирался а у нас еще жарко девчата я включаю кондиционер на 18 градусов на первом этаже а воздух то горячий он же но по закону физики он поднимается наверно и вот пока вот это все остынет первый этаж начать второй этаж остывать ты начнешь убираться сверху вниз логично да со спальни начинаешь и вниз 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 потому что нижняя зона она всегда как бы но она более загрязнена потому что прихожая до приходим с улицы кухня тоже крошки всякая летят там жир это все такое сначала быть вычистишь второй этаж потом первый этаж и вот пока вот сверху вниз это все конечно и на улице пекла и хрен такой ядрёвый дешевые вкусные блюда можем и такие новости с полей а вот никаких теперь я прекрасно понимаю блогерам которые блогеров которые сидят например дома и только снимают мукбанги и начинают высасывать тему из ничего потому что им поговорить не о чем потому что дома сидят вот выходы один день дом посидела ну домашними делами занимался я как бы я никогда не бездельничаю если остаюсь выходные дома это очень редко я начинаю заниматься квартиры почему потому что много всяких дел много всяких планов и но не успеваешь убираться раз в неделю для даже для 40 метровой квартиры но по моему мнению это мало это вот хотя бы два раза в неделю бы надо убираться по хорошему но не получается поэтому стараешься максимально все что под руку попадается вычистить вымыть тем более у нас очень много темной мебели у нас темная кухня у нас темные полы черные каждые пятнышки видно с одной стороны конечно плохо с другой стороны очень хорошо сразу видно где грязно так что девчата если будете делать ремонт и у себя в квартире не делаете черные лестницы не делайте черные полы если у вас нет времени на уборку по серому полу всякое оно мало видно то ну так вот плохие совет от виктории вот сейчас поем дома чисто пойдут я прогуляюсь шиканом фикс прайс давно там не было помотаюсь через поле через поле пройдусь спокойненько мусор надо выкинуть тушь а куда я пойду у меня суп варится рыбный полчаса еще такая да разбежалась огурцы бесценные вообще платиновые на вкус а вот вот я соленые маринованные очень любят а малосольными почему-то не заходят для меня они как какие-то ну не знаю полу говорится какой-то полумеры не люблю мне либо соленая либо свежий вкусненько вчера на работе разговаривали про бюджет и вот этот жадный парень который у нас там знаменитый но про которого часто приколы всякие рассказывают не осуждение ради на пожать начали говорить о том сколько кто тратит на еду он говорит я буду 4000 в месяц врачу и у меня тут вот у меня что-то сломалось в голове 4000 в месяц а чего можно есть на 4000 кроме макарон в месяц даже сейчас сезон кабачков но и за кабачки что целый день в общем я так и не поняла но там есть факт что него девушка покупает еду но днем в обед так что может быть он как бы вот это вот не считает но естественно не знаю 4000 кажется это прямо совсем мало был свой окород свое хозяйство я поняла он был предположим хлеб покупал на эти деньги и ну курицу да если уж очень экономить какой-нибудь там суповый набор куриный у меня столько не получается у нас на двоих о смотри сколько 1 кусочек 2 кусочек 3 кусочка сколько хлеба до наломала не получается абсолютно девчат покупаешь я суп ты вот мы как-то и не шикуем и вот простую идут и едим постоянно курицу покупаешь индейку покупаешь вот соки марика любит вот такие вот добрые покупаем постоянно овощи овощи летом меньше покупаем сдачи возим фрукты что там еще крупы еще одну крупы практически не едим макароны из твердых сортов пшеницы едим это не часто может быть один но два раза в неделю нет я такого не помню 1 неделю где-то в основном овощи в любых видах и что мы еще мы просто любим не потому что вы какие как где-то придерживаемся в общем для нас сбалансированное питание это вот овощи и белок мясо вот в основном как добираем углеводы вот марика любит сладенькое то вот я вот хлеб например жена и тоже углеводы и в общем то вот орехи сухофрукты вот такое питанием основном но любим соусы правда майонез у меня в доме вот это вот вреднятина но я люблю и марика любит и в общем по-хорошему майонез бы надо заменить йогуртом чеснок туда рубите перчик и в общем то это будет остренькая заправочка очень даже вкусная вполне заменит майонез вот ну либо сметана нежирная но со вкус майонеза нравится и у меня девчат не получается дешево вот почему говорю у меня потому что я вас на все покупаю я смотрю там на продукты что-то как марика покупает только то что она ест сама и то что любит ну то есть в чем она не сомневается вот определенные виды творога ночью творог любит на завтрак и она себе покупает какие-то там булочки там вот какой-то баловство такое вот а все что все что на мне вот как я готовлю до основные продукты я сама выбираю сама покупаю чего человека загружать если человек в этом не очень скажем так спец да каждый занимается своим делом вот такая ситуация дешево не выходит чуть вкусненько да конечно позволяем как выходить ходим наки типа плов да и вот напротив там у нас плов есть недалеко от дома ханой ездим время тренинг поменяем есть всякую шаурму там иногда редко я шелом вообще не любите ну как бы мне сама концепция не очень нравится я и пиццу не особо люблю но если есть я съем но если нет и никогда не куплю вот тут просто чисто для себя вот если марика подойдет она любит она говорит давай 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 сидим а так я как бы я вот но я не понимаю вот это прикола в хлебе горячие овощи и вот курица что-то вот все если по отдельности на тарелке разложить я съем а если вот все вот это вот все вместе но мне просто как бы вот на мой вкусовой рецептор для меня это не очень ну то есть это как сказать как себя реабилитировать это вкусно но если у меня есть альтернатива например просто стейка я вы лучше мясо съем кусок потерьку показали такой же холодильник как у нас взял москва и тоже это же желтого цвета там на более бледный не или такого же цвета но очень желтый ле 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 по его заканчиваем наелись девчата ребята если вы вкусно обедали вместе с нами простой едой расскажите о своей простой еде что вы больше всего любите из простой еды я могу точно сказать что я не люблю девчата я не могу понять для меня это очень странное блюдо непонятно для меня это как оливье жидкое оливье ну то есть как бы я вот это не ем не суши не нравится окрошка на кефире вообще вообще сама в себя концепция окрошки я не люблю я не понимаю и холодные супы вообще кого не понимаю свекольники всякие вот дочка у меня делает она они дома едят это все они в жару это любит я не могу дыме это что-то такое непонятно вот мне хочется вот это все заправить сметаной там либо маслом подсолнечном зависимости от состава продуктов я в такой вот не могу есть я но не знаю не любым вот мой любимый овощный сладость какой морковка с чесноком и я уже говорил дамоков чесноком и со сметанкой еще вот посолить и так покруче что от солененького от нее так нравится а с вами был кривой репортаж искренне ваша и очень простая еда девчатой ребята если вы джентльмены если вы с нами кушали приятного аппетита хорошее настроение оставайтесь с нами не приключайтесь всегда вам рады подпишитесь поставьте лайк ну как обычно просит всего игра мы тоже так стали делать всего хорошего дня хорошего настроения всем пока увидимся